Ну, во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Друзья мои, с нами сегодня уникальный гость. Его зовут Слава. И он, как бы так охарактеризовать, ну, программист. Мы сегодня узнаем, чем он занимается, что он, почему он выбрал именно эту профессию, да, и послушаем его ответ. Мне кажется, это ты у нас уникальный гость. Спасибо. Спасибо. Потом, когда будут вопросы и ко мне, Игорь уже готовил, базуку приготовил. Если будут ко мне какие-то вопросы, пожалуйста, я готов, я тоже расскажу про себя. Хорошо. Но никто же не спрашивает. Не на камеру. Да. Расскажи, кем хотел стать в детстве. Начнем с простого такого вопроса. Ну, я думал, чтобы стать врачом, в принципе. Интересно. Ну, и программистом, конечно. А почему именно врачом? То есть, хотел спасать жизнь и прямо вот реаниматологом хотел быть? Ну, я не думаю, что в то время я прям себе представлял конкретно, кем я хочу быть. Просто хотел лечить людей. Помогать им обществу. Да. Ну, не зря вы видите, вы так вот меняетесь стульями. Так, хорошо. Какие были у тебя хобби и увлечения? Может быть, сейчас тоже расскажешь про какие-то хобби. Ну, какие в детстве, какие сейчас были? Коллекционировал. Ну, я не знаю, как это точно называется. Я коллекционировал купюры разные. Вот мне нравились советские деньги. И потом у нас были купоны такие пренестровские, монеты разные. То есть, ты копил с детства этот купон? Да, наверное. Но, кстати, вот то, что там в коллекцию попало, оно так и не потратилось. Ну, это нумизматика, как он называется, когда ты собираешь. И кроме того, что ты собирал деньги, где-то там, где папа мог их оставить с мамой, то вы все. Я не знаю, но ты сейчас спросил про хобби. Это вот звучит как хобби. Хорошо. А сейчас, может быть, есть какие-то хобби? То есть, раньше ты собирал... Ну, смотри, если еще считать как хобби занятие спортом, вот, тоже, наверное, лет с 14, по-моему, я занимаюсь. Больше, ну, я не знаю, если это называется спорт, это просто воркаут, да, то есть фитнес. Спорт – это когда ты там профессионально занимаешься, какая-то область конкретная. Это фитнес больше... А воркаут – это когда ты бегаешь там, где какие-то обрывы, склоны, там, где литра торговляет плохо поставлено? Нет, ну, я, в моем представлении, в принципе, что это я себе делаю. Мне нравятся турники, подтягиваться, да, и поскольку так много времени именно провожу за компьютером, это полезно, немножко спину выровнять. И мне нравятся вот эти все ощущения, которые после занятия спортом, какая-то легкость и... Сколько ты подтягиваешься? А мой рекорд, мне кажется, это было 27 раз. Вот где-то месяц назад я был в офисе, я думал, просто попробую. Ты теперь понимаешь, почему я надел длинный рукав. А я крут. Так, хорошо. Когда ты понял, что ты хочешь, вот кем ты хочешь стать, когда ты понял, что твой путь именно вот туда, ну, в программирование? Вот вчера буквально разговаривал с товарищем, и мы... Я говорил, что я на самом деле рассматривал, когда поступал в университет, я думал, может быть, поступать в направление изучения физики. Но у нас физика, это больше преподавание физики, и... Ну, я думаю, это более такой прагматический был подход, не выбрать это направление, потому что я не думаю, что я бы себя как-то развил, и просто вариантов, наверное, гораздо меньше. Ну да, а в каком возрасте ты понял, что вот именно программирование, это то, что нужно? Может быть, я тебя кто-то отговаривал? Меня постоянно отговаривали, родители постоянно мне говорили, что художник это тот, кто после смерти становится богатым и знаменитым. Может быть, у тебя тоже были какие-то такие... Нет-нет, я думаю, что меня, в принципе, в этом поддерживали. У меня всегда было хорошо с математикой, с логикой, физикой тоже. И я думаю, что вот эта страсть к компьютерам или интерес, я бы так сказал, интерес, как это работает, любознательность, она появилась вот просто, когда я к маме на работу приходил на завод Кирова, и у них там был один компьютер такой старый. Да, 286 или как-то так он назывался, и мы там играли, ну, как-то еще давно, по-моему, брат приходил, но вот я мог немножко поиграть в «Принц Персия», посмотреть на редактор, там есть такое старое слово и дело. И у меня была такая распечатка, там, какие-то команды, у меня была... компьютера дома не было, но мне было интересно, как же это работает и как это можно использовать. И плюс с этим мне было интересно, как вообще этот завод работает и что он делает. И одна из моих первых работ... О, сто секунд, я, по-моему, не включил видео. Ты мне расскажи про свою страсть записывать видео и стать блогером, это будет актуально. Да-да-да, все работает. Ты не вырезай это. Хорошо, да, ну, бывает, бывает. Хорошо, то есть у нас, как раз таки, наложилось время, когда стали развиваться активно вот компьютеры, и мы тоже, как бы, да, росли вот с кубертатного там, ну, то есть, когда у нас было становление, можно сказать, мы росли, и вместе с этим и компьютеры тоже, как бы, то есть все эти технологии мы смотрели, все это, когда развивался существенно. Игры, и игры там, и все это. У нас. Я думаю, что в Америке это раньше. Ой, слушай, слушай, такой банальный вопрос, но я, естественно, тоже его задам. Какие языки программирования ты изучаешь и какие бы хотел, может быть, в перспективе изучить? Я, вот интересно, как сама формулировка вопроса. Изучаешь это, читаешь книгу, прям, пытаешься там... Изучал, давай так. В прошлом изучал, и какие в будущем хочешь изучать? В университете мы начали с C, C++, такой, такая смесь была, мы особо это не разделяли. То есть говорили что-то, что это очень популярный и классный язык, или что? Не, в принципе, во всем мире, мне кажется, два языка используют в университетах для изучения, по-моему, либо Python, или C. Ну, Python, он такой, более высокого уровня, да, C, мне кажется, и может быть, и потому, что я прошел через это, мне кажется, это правильный выбор, ты там работаешь с памятью, как-то тебе не... Ну, по крайней мере, в то время, когда мы изучали, это был там Borland, ну, я не знаю, это вот, может быть, кто-то знаком с этим. Это было довольно-таки трудно написать что-то, среда, где ты это пишешь, да, редактор, и дебаггинг, он очень сложный происходил. Сейчас это, ну, сейчас я вообще занимаюсь вебом, и, ну, все, все очень просто, вот прям, да, по сравнению с тем. То есть там ты мотал простыню, наверное, и искал, да, тогда это все длинное было? В какой-то степени, плюс, там, навигация по коду, ну, нет такой, сейчас ты можешь, да, посмотреть вызов метода и что назначает, ну, все очень удобно. Редакторы, они такие, как, я не знаю, для тебя, как объяснить, может, как браузер, как гипертекст, когда ты можешь подсмотреть, везде там какие-то подсказочки разноцветные все, все очень красиво. Это прям иконочки, можешь файлы смотреть, можешь настроить какие-то команды, ну, в принципе, как бы... Ну, гуляешь по тегам каким-то, да, там? Да, в принципе, ну, были и тогда редакторы, как Vim, да, но, я не знаю, я им не пользовался, мы нас учили... У меня сразу назовел такой вопрос, вне сценария, знаешь, вот многие говорят про говнокод. И? Да. Это не про меня. Ну, да, это не про славу. Ну, тем не менее, встречал ли ты, сталкивался ли ты с чем-то, где, например, вот, ты же в коллективе работаешь, возможно, может, раньше пересекался еще с программистами, где они, например, тебе что-то скидывают, ты это все как-то распаковываешь, я не знаю, как это происходит, да, разархивируешь, смотришь, а там... Ну, и в чем вопрос? Вопрос, встречал ли ты такое, и, ну, может, поподробнее расскажи, например, там, ну, был случай, там, скажу. Я, да, встречал, я просто думаю, что на самом деле не стоит, как бы сразу так критически, вот, ко всему, что ты читаешь, вот прям критически критиковать авторов этого кода, критиковать код... Можно его обучить, ему, наоборот, сказать, что вот тут не очень хорошо. Ну, само вот это клеймо, такое, там, говнокод, это уже, наверное, как-то никто не хочет быть создателем этого, да, говнокода. Поэтому, наверное, стоит понять, как это произошло, и зачастую это, может быть, какие-то были исторические причины, кто-то быстро что-то написал, кто-то быстро что-то исправил, и никто никогда там не вчитывался, или что-то типа такого. Но, да, есть просто какие-то абсурдные вещи, где ты понимаешь, что там несколько строчек кода написаны, ты можешь их просто удалить, и развивается вот такое гипертрофированное чувство у программистов, там, со временем делать все очень чисто, красиво, удалять вот эти все ненужные элементы, чтобы было в одном стиле, лаконично. Но это же еще зависит от человека. То есть, если человек, в принципе, в своей жизни старается все делать лаконично и аккуратно, то у него и в коде тоже будет. А если у него в жизни борода, то в коде тоже, возможно, будут какие-то элементы, с которыми он работал и забыл. Сделал, что-то, написал, скопировал и не заметил. Способ написания чего-то, он стиль написания, тактика написания, она схожа в какой-то степени с написанием книги. То есть, как ты излагаешь материалы, мысль. Ну, потому что, кроме первой такой очевидной цели, что твой кот должен выполнить какую-то задачу и сделать, еще есть вторичное, это надо поддерживать это. То есть, кто-то должен туда прийти и сделать изменения. И вот это одна из таких вещей, которая, ну, прям в первые годы может быть неочевидная, для чего это нужно, я имею в виду, если говорить про опыт или способ. Дальше это всем понятно. То есть, чем профессиональный программист, тем он более аккуратно все, естественно, делает. Аккуратность, одно, систематизация, разделение на модули. Есть очень много таких, так скажем, паттернов или парадигм, которые очень популярны. Есть такое слово «базворд». То есть, что-то ты придумал, какой-то стиль, кто-то его назвал, и на интервью тебя должны обязательно спросить, знаешь ты это или не знаешь. Потому что вот это, в принципе, мне кажется, область программирования, она такая, что все хотят быть в тренде, все, никто не хочет быть тем, кто... Ой, я не знаю этого, да, то есть, это сразу прекрасно. Ну смотри, книгу читают все, грубо говоря, она для этого и сделана. Какую-то книгу? Ну я имею в виду вообще в целом, как бы, вот само понятие книга ты сравнил. А в коде как раз-таки есть фишка в том, что, как бы, ну это я поставлю вот, грубо говоря, в комнату, в которую никто ничего не заглянет, не увидит. Это я спрячу, а это... То есть, код это то, что смотрят только программисты между собой, да, то есть, когда создают какое-то творение. А сам человек, когда пользуется этой программой, он, естественно, этого не видит. И он не видит того бардака, который, возможно, там где-то... То есть, мы смотрим, грубо говоря, на шкаф, он красивый. Может быть, там это вход в Нарнию, а может быть, внутри этого шкафа какой-то там бардак, носки грязные и так далее. Ты прав, читателей гораздо меньше, чем у книги. Но это будет тогда книга не как произведение какое-то очень популярное, а что-то специальное для каких-то людей. И очень важно найти нужный материал тебе в какой-то момент, понять... Ну, программисты в команде начинают друг на друга сваливать и скидывать, типа, это твой код? Или там конкретно видно, кто написал? Ну, это дисфункциональная какая-то команда, когда ты будешь сваливать. Есть, ну, по крайней мере, сейчас многие заинтересованы в том, чтобы был правильный процесс разработки, правильный процесс работы в команде. И вот, ну, то, что ты говоришь, это признаки дисфункциональной команды. То есть ты должен быть ориентирован на результат команды, не на свои какие-то цели. Если у тебя есть, ну, просто своя агенда, да, говорят, есть какая-то своя задача, и ты... Это не помогает никак команде и компании. И, наверное, даже если ты очень хороший специалист, ухудшается гораздо... А, это не процесс. Да, ухудшается та ценность, которую ты приносишь команде и компании. Насчет обвинений. Есть такой процесс, когда происходят инциденты, какие-то баги в продакшене. То есть если мы говорим про сайты, пользователи пользуются этим продуктом, и что-то не работает. И правильный процесс после того, как ты это исправил, если это серьезный какой-то инцидент был, постмортом. Это, я даже не знаю, как это переводится, по-моему, это вот надо было спросить доктора нашего после... Процедуры? Нет, после того, как человек умер, да, там происходят какие-то анализы, что произошло. Но это надо загуглить. Поэтому я могу ошибаться здесь. Но, в общем, идея такая, ну, как разбор полетов, может быть, если говорить. То есть ты описываешь поочередно, как все происходило, кто когда заметил этот баг на продакшене, ну, такой таймлайн время, кто что сказал, какие были приняты действия. И когда это решилось, пишешь потом импакт. Это на сколько, то есть, сколько мы потеряли в денежном, например, выражении, или сколько пользователей было. И зарплат программисту потеряли. Нет, вот в том-то и дело. И вот разница как раз-таки в том, что это называется blameless post-mortem. То есть ты никого не обвиняешь в этом. А, вытачиваешься истину все равно. Да, как только ты начинаешь кого-то обвинять, кто-то начинает защищаться. И если ты это делаешь интересом, кого-то обвинить, там, не знаю, уволить его или еще что-то, будет больше сопротивления этому. А задача понять, как это прошло. И зачастую лучше построить процесс, чтобы в следующий раз этого не было. И это, скорее всего, проблема была в процессе. То есть этот баг как-то произошел. Был код-ревью. Люди, ну, есть процесс, когда ты пишешь код, кто-то из твоих коллег просматривает его. Вдруг он увидит, что там какая-то ошибка. Ну, не знаю, начинает элементарные опечатки, либо у него больше опыта, он может тебе что-то подсказать. И, может быть, каких-то процессов не было. А потом, может быть, не было каких-то тестов. Может быть, время между тем, как нашли этот баг, и потом отреагировали, очень большое, и надо как-то что-то изменить. И в любом из этих шагов, если ты просто скажешь, вот тот программист, который написал эту строчку кода, виноват, оно имеет меньше гораздо значения, чем если ты гораздо быстрее исправишь этот проблем. Хорошо, а если мы каждый раз будем выявлять, что именно этот программист влияет на процесс, то, скорее всего, его уволят все равно, нет? Это, ну, во-первых, тогда... Присутивно влияет. Хорошо, но как ему удается постоянно это сделать? Ну, вот он только гений. Вот как ему, а где была команда, почему... Почему команда не помогла? Да, скорее всего, это будет выявлено в других каких-то аспектах. То есть не должно быть, что один человек постоянно умудряется положить сайт и не будет работать. Если это происходит, то оно явно что-то... Какие-то проблемы в команде и в компании, в процессах, вообще во всем другом. Другой момент, скорее всего, что если все процессы хорошо налажены, то человеку, как мы говорим, которого, скорее всего, надо уволить, не дадут задеплоить этот код. Будут какие-то постоянно комментарии, будут какие-то предложения что-то исправить, или у него будут постоянно какие-то ошибки, когда есть процессы, которые проверяют код. И ты видишь, я больше говорю с тобой, как человеком, который не знает программирование. Мне было бы легче, может быть, термины используя. Есть у нас CI, да, там все деньги. Ну, я услышал пару терминов, да, которые, может быть, мы как-нибудь потом переведем. Ну, в общем, идея такая, что гораздо раньше это бы увидели, и был бы фидбэк, обратная связь, менеджеру, ну, даже до менеджера, ты бы это сказал своему коллеге, да, то есть смотри, здесь так, смотри, а я уже тебе раньше это говорил, или а ты не хочешь вот прочитать это чуть подробнее, возьми сейчас какое-то время себе, пару часов, изучи это, и так, чтобы ты это понял. Или вот Иван может тебя обучить этому. Ну, или я могу, как бы, то есть, если я к тебе это обращаюсь, или если я как менеджер, да, я могу тебе какие-то дать рассказы. Ну, да, это понятно. Так, по поводу языков программирования, все-таки, какие языки программирования сейчас, да, какие языки программирования сейчас в моде, может быть, какие в тренде, какие нужно изучать, да, то есть мне... Да, ну, на самом деле, ты спрашиваешь вопрос про статистику, и есть очень много сайтов, которые собирают эту статистику, это область инженерная, и поэтому очень много информации сейчас структурированные, красиво с графиками подается. Stackoverflow, сайт, как они говорили, на котором разработчики проводят по 10 часов в день, они собирают такую статистику тоже. Самый главный вопрос, банальный, тупой и так далее. Слава, ты готов к нему? Сколько ты зарабатываешь? Подожди, я про языки программирования, я тебе не ответил. А, нет, ты сказал, что есть сайт, заходи туда и смотри. А, это хорошо. Не, ну скажи, может быть, какой-то топ, там, три языка программирования. Есть языки программирования, которые используются больше всего, и это не имеет ничего общего к популярности языка. Популярность не очень важна, нам важно то, что, как бы, на практике может помочь. То есть, многие используют, он классный, он удобный и так далее. Ну, мне кажется, легко войти, наверное, это вот JavaScript, TypeScript, это одна из таких вещей. Ну, из таких интересных направлений, где можно было бы, ну, есть удобство языка, да, вот Go, я думаю, было бы это что-то такое на моем списке. А ты спрашивал, что я изучаю, какие языки, но Go я смотрел на него, да, то есть, ты, ну, изучать вот как в школе было, или в университете, когда ты... То есть, не углубленно, а так вот, поэкс? Да, ну, первое изучение, это ты прям, ну, не знаешь, что, какой там цикл, ветвления какие-то, то есть, ты вот начинаешь прям с этого. Потом есть алгоритмы, они не имеют ничего общего к языкам. Вот это все больше похоже на изучение, а с языком ты уже смотришь на то, чем он отличается от других языков, и потом, какие у него есть библиотеки или стандартные функции, если у него есть. Больше, наверное, нужна практика для изучения. А есть какие-то языки программирования такие, ну, экзотические, которые, может быть, тебя заинтересовали? А вообще, батуальные какие-то? Ну, есть экзотические, наверное, это будет что-то, что редко используется, да, и вроде бы было в новостях, что в Штатах какая-то государственная система использовала, и я забыл какой язык, не знаю, что-то такое действительно старое, экзотическое, вот они искали программистов, и в среднем, вот один из критериев, как на стактов флоу, они показывают языки, это сколько в среднем зарабатывает этот программист? Вот на таких языках даже в среднем программист зарабатывает буквально много, потому что их мало, и, наверное, у них и возраст средний гораздо выше. Скажи, пожалуйста, Слава, смотри, у медиков есть клятва Гиппократа, да, есть ли у программистов что-то такое, где, например, я клянусь не быть хакером, не взламывать какие-то электронные почты, там, и так далее, и тому подобное. Существует ли что-то такое, и как ты думаешь, нужно ли, чтобы это что-то, ну, возможно, было, чтобы тоже, как бы, люди все-таки, потому что на нашу жизнь все больше и больше влияют программы и все остальное, да, а тут, как бы, мы тоже влияем на жизнь, то есть, кто-то ворует деньги, ну, хоккей по полной, да, то есть, это может, в том числе, разрушить целые судьбы тысячи людей, то есть, какие-то твои хакерши, нужна клятва, что ты не вор, ты давал такую клятву? Клятва программиста, при которой, ну, а, то есть, любой хакер нарушает закон, в любом случае. Ну, я думаю, что да, если он не нарушает, то пусть сделает то, что он делает, ну, и опять же, хакеры, ты можешь нанять человека, есть такие сервисы, службы, которые пытаются найти уязвимости в твоем сервисе, сайте, программе, и тебе дают список этих уязвимостей, его сортируют по срочности и так далее, и ты пытаешься, уязвимость, это значит, то, как можно взломать тебя, прям, может быть, прям с инструкциями, говорят, вот, мы получили список ваших пользователей, мы его там, вас не шантажируем, да, мы просто вам говорим, что есть такая проблема, вы нам же заплатили очень много денег за то, чтобы мы нашли. Игорь говорит, что это обман, проклятва Гиппократа. Хорошо. Ну, то есть, ты хочешь сказать, что в Приднестрове, если я, например, подойду в полицию, скажу, вы знаете, у меня ВК вчера взломали, моим друзьям написали всякие там гадости и так далее, то есть, ты веришь в то, что полиция действительно этим заинтересуется, найдет людей? Да, скорее всего, как взламывают, я не думаю, что это прям хакер какой-то, вот, как мы себе представляем. Ну, в любом случае, это человек, который как-то был... Как в этом фильме по роли рыбомечи, я не видел таких хакеров, интересно было бы встретить, но, скорее всего, взлом ВКонтакте, это воспользовались каким-то сервисом, который взломывает ВКонтакте и подбирает пароли. Это вот мог ты, твоя племянница, сделать, и это, это может быть даже, может быть, твой пароль уже там есть, и кто-то просто купил доступ к этому, этот человек не хакер, и он нарушает закон, так же, как и, наверное, те люди, которые продают эти данные, но кто должен давать клятву и где здесь применялись особые, так скажем, скиллы или возможности программиста. А еще скажи вот такой интересный вопрос по поводу Даркнета. Заходил ли ты туда, смотрел ли ты, интересно ли тебе самому, как программисту, это место, и что ты об этом думаешь? Мне вообще очень много чего интересно, и, наверное, это, знаешь, очень популярно говорят, приоритизация, это то, умение говорить нет тем многим вещам, и вот я, у меня просто, наверное, нет времени, или, как правильно сказать, есть какие-то другие, более важные вещи для меня, на которые я трачу время, изучаю, понимаю, мне больше нравится именно практическая, прикладная часть инженеринга, да, и вот моей работы, и даже вот про изучение языков, если я вижу, что что-то используется у меня на работе, я стараюсь более углубленно понять все эти инструменты, языки, методики, которые там используются, и, ну, наверное, в тот момент, когда мне уже нечего больше изучать или предложить, это уже пора, наверное, уходить, как бы, либо... Даркнет, а пока что такой момент еще не настал. да. Хорошо. Все-таки, я задавал вопрос, ты съехал, может быть, ты, может быть, очень плавно скажешь, сколько программисты примерно зарабатывают, может быть, какой у тебя заработок, ну, примерно, потому что все боятся... Не знаю, наверное, в Тирасполе программисты зарабатывают 500 долларов, потом 700 тысяч. не местные, правильно? Да, я думаю, что, наверное, если ты работаешь на, ну, в какой-то организации, холдинга, там, наверное, работа программистов подразумевает, что ты можешь работать на фрилансе. Ты можешь, давай, как до фриланса будут другие еще варианты, не местные, а, ну, как у Игоря, брат, или, мы знаем, здесь у нас есть компания, тоже очень большая, работают на российский рынок, на европейский рынок, ты не фриланс, ты не работаешь сам напрямую, ты просто работаешь в компании, которая работает на другие компании, и там уже будет больше, там, ну, я так думаю, что полторы-две тысячи, наверное, долларов. То есть в разы три сразу же? Да, 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 как бы, опять же, там будет разница потом, просто, если ты будешь работать на российский рынок или на европейский, и это, для этого надо знать язык, и, я не знаю, если у нас есть прям такие большие компании, скорее всего, есть очень много команд небольших, которые здесь где-то или снимают офис, или работают просто с дому. Опять же, это не фриланс, фриланс это будет что-то, когда ты очень ценишь свое время, и ты не хочешь подписывать контракт, что ты гарантируешь постоянный объем часов какой-то компании, ты хочешь иногда поработать, а потом гулять, это прям такая творческая какая-то натура, и, скорее всего, ты не особо там заботишься именно о конкретном таком продукте, ты попроектно работаешь. Я понимаю тебя. Да, друзья, ну, у нас в большом зале сейчас проходит репетиция концерта, поэтому, к сожалению, или к счастью, у нас можно даже не добавлять музыку на фон, она все равно будет. Это же прекрасно, прекрасно. Прекрасно. Хорошо. Где ты уже успел побывать, и какие, может быть, планы на то, где можно еще попутешествовать? Я на самом деле до, не знаю, лет до 17, наверное, вообще был только два раза на море. На черном? Да, на черном. У нас можно при черном. И уже, наверное, только в университете, а потом опять уже имел возможность опять же на Черном море несколько раз отдохнуть, а уже когда начал работать, уже вот ездил в Турцию. Мы так, думаю, когда дочки родились, вот это у нас был первый раз, мы поехали в Турцию с ними. Турция самая популярная направление, это Египет, Турция. Да, в Египте тоже один у нас был. Ну, не знаю, для меня это было интересно, покрыто, всегда, ну, это совсем другое, это не знаю прям направление, это другой же отдых, ты просто отдыхаешь. А уже позже мы один раз съездили в Афины неделю, уже более такой отдых, который мне нравится. мы сняли Airbnb прямо возле Акрополиса и купили билеты, сами поехали. Значит, Афины, Акрополис, Нидерланды, Амстердам, это было, мы поехали на конференцию, и потом я остался на неделю с Наташей, мы отдыхали, там на мельнице ездили, там классно, и вообще город в самом центре Амстердама были, и в Лондоне тоже были, тоже должна была быть командировка в Лондон, но сделали визу, командировку отменили, но мы решили, пока виза есть, не пропадать же визе. Да, да, ну, виза там, конечно, всего лишь часть из всех вопросов, но интересно было, и интересно было, что вот в Лондоне, когда все говорили, что, ну, я, по крайней мере, себе представляю, Лондон, это дожди постоянно, это мы были, там 37 градусов было, жара, солнечная, солнечная, и все в парках просто загорали, вот как у нас на пляже, ты снимаешь, то есть, просто футболку снимаешь, или прям в купальных костюмах, в парке, там, гайд парк, да, по-моему, и... Ну, там газончики аккуратненькие, да, да, и даже в маленьких скверах, то есть, там очень много скверов между, между зданием, вот как в центре, просто небольшой такой, квадратик с деревьями, и вот люди там просто садятся на землю, кушают бутерброды, вот так вот проходит у них обед, перерыв, ну, интересно было, понравилось. Да, а так в Штатах, поскольку командировки были у нас постоянно, раз в полгода, мы две недели работали, я брал несколько дней, может быть, неделю отпуск, и несколько раз был с Наташей, женой, а так много раз просто с коллегами и были в Майами, это Флорида, на Ки-Уэст ездили, а можно вот загуглить Флорида Кис, это такой архипелаг классный, это прям, дорога практически по океану идет, и Флорида Кис, это Ки, это такие острова, и Ки-Уэст, это самая южная точка Штатов, и там мы еще параселлинг себе взяли, это лодка и парашют, она, ты поднимаешься, там... Я видел видео, там жил, это было с Египта, там жил Хэм-Гюэй, мы до дома Хэм-Гюэя не добрались, но очень там было, очень жарко, интересно. Но он не опитился? Уже нет. Да, и были, поскольку сам офис находится в Силиконовой долине, соответственно, в Сан-Франциско, Лос-Анджелес, в Лас-Вегас ездили, через пустыню, пустыню Невада, и есть такая там прикольная дамба Хуверда, фильм был один из таких, я забыл, про землетрясение. Интересно, потом, когда ты смотришь фильмы, и ты себе представляешь, ты видел эти здания, видел эти объекты, ну, вот Сан-Франциско сам по себе город, ну, хорошо, ты видел, там есть такое здание, Сигара, есть Голден Гейт, вот какие-то такие, но там есть еще Муарвудс, это гигантские секвойи, такие ели, я не знаю. А, я видел такие фотографии, да, там человек просто. Они, да, сами большие, и вот в планете обезьян, они вот по этим елям бегали, жили там в этих Муарвудс, ну, вот, мне нравится там природа больше, конечно, Ниагарский водопад посмотрели, мы его смотрели со стороны Штатов, опять же, ты когда там находишься, уже какие-то детали знаешь, там такая подкова, и ты смотришь со стороны Штатов, ты не видишь эту подкову, это хорошо, говорят, со стороны Канады гораздо красивее вот этот водопад, и он еще может замерзнуть, так что тот же самый водопад можно посмотреть с другой стороны, и можно посмотреть, когда он замерзнет. Канаду? Да, да. А планы как раз-таки, вот, что еще хотел бы посмотреть, может быть, ближайшие какие-то планы? Ну, хотел бы очень много чего посмотреть, но по планам просто... Три места. Три места? Наверное, это был бы Таиланд, потому что он такой очень популярный, простой, я там все еще не был, хотя многие знакомые там жили и работали оттуда, хотел бы в Африку на вот сафари и посмотреть там вот диких животных. Так, Африка. И не знаю, мне казалось, что вот может быть или Мексика, Южная, Латинская Америка. Мексика вообще не было. Нет, нет, Мексика это не Латинская Америка, но вот в Латинскую Америку я бы хотел тоже побывать. до коронавируса у меня были планы, вот командировки куда были, думал съездить, может быть, получилось бы совместить и попасть на этот карнавал. Так у многих, я думаю, коронавирус повлиял на то, что... что именно ты разрабатывала, что бы хотел еще попробовать, может быть, создать, разработать, может быть, мы увидим какое-нибудь дальнейшее приложение, которое ты... Может быть, у тебя есть какие-то творческие посылы, идеи, что-нибудь сделать, какую-то программу. может быть, это вот так, как раз часть, которой мне не хватает прям в моей текущей работе, прям именно творчество, когда ты отвечаешь за... Не то, что отвечаешь, а идея продукта от тебя приходит, и функционал, приоритизация, вот именно идей, поскольку, когда ты работаешь в компании, чем больше компания, тем меньше тот функционал, от которого ты работаешь. Ну, как вот, мне давали такой пример, ты можешь работать в Google или Microsoft Word над текстовым редактором и сделать какую-то очень, как ты сказал, экзотическую фичу, функционал в каком-то меню, и ты будешь говорить, вот, зайди в это меню, зайди сюда, и вот теперь можно... А, пасхалочка такая. Это может не то, что пасхалочка, а вот вставить в таблицу какую-то колонку, и там будет какая-то формула. Это будет настолько редко использоваться, что, ну, я не знаю, это будет... Мне нравится, когда ты что-то сделаешь, ты можешь это показать, и это прям очевидно, как-то много... Визуально доминантно сразу видишь. Ну, то есть, у тебя пока такого не было, но... Не, мы делаем такие, но они, опять же, это больше, как вот у компании есть стратегия, видение, над чем надо работать в этом году. Продуктовая команда потом придумывает какой-то функционал, и там вот есть какие-то цели на квартал, и ты потом над ними работаешь, и ты можешь повлиять на это в какой-то степени. Случались ли казусы и забавные ситуации в процессе твоей, ну, как бы, прогресской деятельности? Может быть, были какие-то моменты смешные или не очень? Когда что-то сломалось, прямо вы такие, и долго искали, а, боже мой, это же... Ну, я не думаю, что это прям смешное, но часто есть какие-то проблемы, которые мы решаем, и, ну, приходит что-то, когда мы коллективно командой собрались и начали решать проблему, и каждый предлагает какие-то идеи, мы пробуем так или так, смотрим, и, да, мы нашли, что мы там обновили какую-то библиотеку, и в этой, по какой-то причине, видно, в этой версии была утечка памяти, мы что-то скорректировали, решили это и, ну, и задеплоили. Ну, я не знаю, это не звучит, прям, для тебя, наверное, очень интересно, но сам процесс был интересен тем, что мы совместно какую-то задачу, начиная с того, что непонятно, почему-то, просто там отказывают там все вместе, да, как-то, да. То есть забавно именно то, что сами программисты встали со своих рабочих мест, от компьютеров оторвались и подошли и пообщались между собой, или, мне кажется, наоборот, такое часто происходит, нет? То есть забавную ситуацию не помнишь, такую, что-то долго искали, потом бац, Эврик, яблоко на голову падает кому-то, когда директор там кидает его, причем, ты забыл обновить библиотеку, ну, я не знаю, почему это забавно, это, да, да, ну, есть какие-то задачи и ты их решаешь, это может быть приятно, то, что ты можешь... с юмором гораздо приятнее с какими-то моментами такими казусными, чем нежели, например, друг у друга, а тут вы что-то вспомнили и каждый раз потом говорите, ну, ты помнишь, Вася же наш вот взял, короче, там, в библиотеке, там что-то перепутал, нет такого? Не, были, были проблемы, было, что, ну, одна из таких ситуаций, у нас, ну, в команде был новый парень, это еще, ну, это прям очень давно было, и вот опять же, процессы у нас не были хорошо налажены, чтобы был какой-то код-ревью или, в принципе, какой-то процесс деплоя, и надо было обновить библиотеку на сервере, ну, и, в принципе, он, когда обновлял ее, и ему надо было удалить какую-то другую библиотеку, он удалил, и, ну, в общем-то, все перестало работать, я не знаю. И это повлияло на многие процессы? я работал на заводе, завод просто встал, как бы, не работает отгрузка, ну, как, само производство работает, потому что там, как бы, наши программы нет, для того, чтобы сделать отгрузку, да. Парень, как, когда вы работаете, чтобы приходилось, к примеру, как бы делать три месяца, только, нет, все, полетела, не может остановить. Ну, вот это было, а, да, да, ну, опять же, я же говорю, когда процессы хорошие, ты, ну, весь процесс, вся команда не справилась с этим, а, когда он плохой, то, ну, делают какое-то, там, урезание премии, да, первое предупреждение, второе, да, понятно. Было, потеряли около дня данных, которые вводили вручную. Слава, скажи, пожалуйста, сколько времени ты тратишь на работу в неделю, например, и хватает ли тебе времени на семью? Сколько бы ты хотел тратить времени на работу? тратишь, ну, сколько я работаю? А куча работаешь? Сейчас, сейчас прям много, сейчас, наверное, ну, около 12 часов, вот, вот, 5 дней, которые идут, это, около, такого, да, ну, может быть, 11-55, иногда часов. Сколько бы ты хотел тратить в будущее? Мне понравилось, на одном из интервью я спросил парня, как, какой у него график работы, и он говорит, я работаю с 7 утра, получается, до 15, до 3 часов, и он там живет где-то на побережье, и потом я занимаюсь серфингом. Вот эта идея мне очень понравилась, что в 3 часа дня ты, как бы, закончил с работой, с фокусом, именно, достижение каких-то целей и решения проблемы, и после 3 часов ты посвящаешь это себе, делаешь что-то такое прикольное. Если у тебя мечта, связанная с твоей работой, я тебе говорил, что не хватает какого-то творчества в плане придумать продукт, и чтобы это был продукт, которым действительно многие пользуются, и он нравится, и, знаешь, люди такие говорят, вот смотри, как я... как Павел Дуровн. Он что он придумал? Ну, Телеграм, ВК. Ну, может быть, правда, вот почему-то мне все вот эти вещи кажется, что не столько придумал, сколько он, ну, да, он скопировал, вообще много вещей, на российском рынке тогда взяли что-то с американского рынка и написали. То есть, Фейсбук раньше, чем ВК, что ли, придумали? Да. И Яндекс.Такси были не первые, да, кто придумали это. Шок. Зачем ты мне это говоришь? Карты, почта, да. А скажи, пожалуйста, в какой стране мира ты хотел бы жить и развиваться? Ну, я, я прям там нахожусь, где я хочу жить. То есть, если бы я хотел, я бы не жил здесь. То есть, посмотрев, многие страны мира, ты все равно возвращаешься. Ну, ты знаешь, я никогда на них не смотрел с точки зрения давай, поехал себе жену выбирать и такой, вот так, нравится мне вот это все, я влюбился, я сейчас буду здесь. Интересно, просто, ну, просто потому, что там интересно, что оно отличается от тех, что он отличается и, ну, если честно, у нас очень такая плоская, да, территория, нету, нету каких-то больших водоемов, у нас нету каких-то гор, и вот это, это то, что, наверное, довольно скучное, ты вот там хочешь посмотреть большой каньон, такую там, расщелину в земле, там, или на большие горы хочешь посмотреть, на воду, которая, там, такой... Или на лесах, да, вот ты хочешь вот что-то такое масштабное, обычно в этих местах трудно жить, прям, да, то есть, я, я вот с Наташей обсуждал, мне, конечно, интересна вот эта идея, но это больше романтика, я не знаю, как это относится прям к реальности, это, наверное, это называется особняк, то есть дом, чтобы он был, там, вокруг были деревья, да, там, чтобы не было соседей там с курицами или в многоэтажке и там белье висит нижнее, под окном сушится, то есть вот хотелось бы какого-то, чтобы ты вышел и сразу, не столько уединения, то есть я бы хотел, на самом деле, чтобы было какое-то общество, там, сообщество, не знаю, комьюнити, да, потому что надо и общаться, и детям тоже, то есть не, наверное, общение, с посредством работы есть какой-то, или я могу куда-то поехать, встретиться с кем-то для детей, хотелось бы, чтобы это, вот, ну, это как раз причина, почему мы, наверное, все-таки живем в квартире, в центре, для того, чтобы вышел, и здесь площадка, здесь много людей, здесь быстро добрался до школы, но та идея, чтобы вот жить где-то, где ты вышел, и тебе все сразу радует глаз, это, это прикольно, да, как будто ты смотришь не на экране, на какую-то заставку и картину, а просто всегда смотришь, ну, правда, наверное, это все равно со временем надоедает, да, или есть какие-то минусы у этого, поэтому люди ездят в Турцию и в Вегетию. Куда-то ездят, чтобы зарядиться. И последний вопрос. Просил ли тебя кто-либо из знакомых взломать чей-то аккаунт в соцсетях или... И сколько раз? Просили написать там плохой отзыв, просили, но это не прям то, что у меня какие-то знания, спрашивали, наверное, как можно взломать там или еще что-то. Но, да, не знаю, не так уж и много раз. И ты, естественно, ничего не делал такого подобного плохого. Ну, я, вот как ты меня спросил, я говорю, есть какие-то сервисы, там можно все равно загуглить и спросить, как взломать это, кто-то что-то скажет, ну, дальше, что? Я понял. Я не думаю, что вообще кто-то, кто меня спрашивал на самом деле дальше делали. в плане там написать плохие отзывы, наверное, да, писали, но хотели, чтобы много людей писало плохих отзывов о том или о чем-то, что им не нравилось. Друзья, на этой короткой интересной, красивой песне, наверное, закончится наш интервью, да. Если какие-то остались вопросы, можете писать в комментариях, естественно, Слава на них ответит в том числе. я ему сделаю спиншот. Спасибо.